кстати дорогие читатели сегодня хочу рассказать о своей повести под названием квартира которая была опубликована в 2015 году в журнале нашем региональном журнале север в номерах 5 6 7 и 8 но до написания этой повести я занималась детской литературой хотя и начал этим заниматься довольно поздно уже будучи на пенсии но поскольку опыт жизни мы уже накоплен очень большой то возникла идея написать что-то и для взрослого читателя и поскольку эта повесть собственно о жизненном пути моей героини которую зовут алла и алка чаще всего такое имя упоминается то на фоне ее судьбы можно проследить и те события которые происходили нашей стране и которые как всегда не только в нашей любой стране влияет на поступки желания любого человека вот в данной ситуации мне кажется и в ситуации не столь далекого прошлого одной из главных наверное актуальных тем для человека который рассматривается в быту и скорее там не на работе где-то но будет ведь это же наша часть может быть даже и важная самая в жизни это жилье и квартира этому название повести она очень соответствует ее содержание что такая квартира что такое вообще квартира для человека особенно для молодого это можно сказать все и потому что там кто-то плохое плохие молодые и наоборот плохие родители которых очень часто передачи химовистических и прочих но нападки на тещу на свекровь но дело-то все в том что разница в возрасте она конечно диктует свои условия если говорят что раньше люди жили вот в больших домах и как-то уживались то надо учитывать что жили то люди в других условиях если в больших домах в огромных жили богатые люди это одна ситуация там у каждого была своя комната то и не одна если же люди бедные среднего достатка жили тоже в большом доме который сами ставили в те годы в те времена допустим тот же 19 век если взять не столь далекие времена люди много работали чисто физическим трудом если взять деревню тоже и это был городской житель который по 12 часов трудился на своего хозяина о чем сейчас не очень любят рассказывать но жили люди в те времена большинство людей жили тяжело поэтому и было не до развлечений работали приходили домой ели ложились спать и так каждый день но 20 век и особенно 21 мы уже диктует свои условия жизни но тем не менее у большинства людей моих сограждан все таки квартиры небольшие и ужиться в этих квартирах двум а то и трем поколениям бывает довольно сложно отсюда размолвки разводы скоропостижные браки и тому подобное но если взять мою жизнь то во времена моей молодости это вообще было не ну такое непреодолимое решение невыполнимое каким-то образом отделиться от родителей и жить самостоятельно это при том что родители и с моей стороны со стороны моего мужа были очень хорошими людьми но тем не менее разница вот в возрасте в интересах в режиме дня конца на концов питание она всегда была есть и остается и будет такой поэтому но в наши годы вот во времена моей молодости это осложнялось тем что во всяком случае в моем окружении я такой вот обыкновенный человек не было людей которые имели бы там по две по три квартиры как сейчас и одну сдавали то есть не мы не могли снять где-то квартиру это было крайне тяжело и настолько не в традиции что но могут привыкли что да мы женились там или вышли замуж и мы живем с родителями из этого порочного круга можно было конечно вырваться если человек работал на производстве часто давали был такой термин на ему дали квартиру то человек ни за что не платил и и получал жилье но конечно не сразу он должен был отработать на производстве определенное количество лет что касается так называемых бюджетников это вот те люди которые и сейчас и раньше трудились в области образования медицины ну и тому подобных или там работали в торговле то получить жилье было просто невозможно будущий вариант вступить кооператив это тоже было очень трудно сделать и поэтому изобретались разные способы кто-то жил с родителями ну вот так вот уже вались приживались ну и как-то вот жили потом родители уходили в мире иной но подрастали дети и все начиналось сначала в наше время казалось бы ситуация намного проще то есть можно поднапрячься взять кредит на жилье и каким-то образом все-таки устроить свою вот эту вот проблему как-то квартирную разрешить но здесь другие опять же проблемы во всяком случае в нашей стране пока я надеюсь что может это когда-то изменится то есть получается так что мало зарабатывает большинство людей они не в состоянии оплачивать вот эту самую ипотеку если не помогают родители обычно родители и в наше время и сейчас все-таки у нас традиции в православных традиции российской это и большинство родителей помогает детям в этом трудном вопросе но если они не хотят помочь но может быть они тоже права в конце концов они воспитали выучили и хотят пожить для себя поэтому тут уже дети уже великовозрастные женаты они предоставлены самим себе в то же время вот у нас сейчас очень много соблазнов и то есть надо бы вот копить на эту квартиру в чем-то себя ограничивать но поскольку там и здесь но хотя бы тоже реклама идет она ведь не только по телевидению но и в интернете она нас не отпускает вот поезжай туда купи то сделай это на все нужны деньги и тут уже надо все-таки людям как-то воспитывать себя и наверное уметь воздерживаться от некоторых соблазнов которые нам пропагандируются настойчиво и даже вот я смотрю в сериалах если показывают какие-то дома это или квартиры они обязательно какие-то шикарные большие хотя большинство то людей у нас живет довольно скромно и таким образом как мне представляется это квартирная проблема она решается все-таки довольно сложно как тогда как и сейчас иногда человек способные и может быть даже неплохой получается так что он положил жизнь на эту квартиру но когда человек охвачен какой-то одной идеей как говорят не сотвори себе кумира тут может быть в переносном смысле то есть кумир достижение вот этой цели это вот та же квартира получает и там поездка допустим в Турцию надо обязательно поездить я там никогда не был и вот завтра будет конец света я так и не увижу в Турцию в то время как у человека нет квартиры нет жилья но он едет в Турцию тем не менее может и куда подальше поэтому вот я не знаю воспитывает ли литература людей но может быть если кто-то прочитает мою повесть под названием квартира может быть как-то задумывается над тем стоит ли класть свои свою жизнь свои способности свои возможности которые есть у каждого человека на приобретение вот не просто квартиры а вот какой-то большой вот обязательно в центре города чтобы было куда пригласить друзей и вот показать вот я вот этого добился и в конце концов героиня моей повести это Алла у нее возникают проблемы и с детьми во всяком случае со старшим ребенком поскольку она одного мужа меняет на другого такого более продвинутого как говорится поэтому возникают проблемы в семье для этого потребовался развод ребенок остался без родного отца растет нервным раздражительным мальчик потому что его раздирают на части бабушка с дедушкой которая сочувствует ребенку что у него нет родного отца это с одной стороны с другой стороны его родная мать и очень даже неплохой учим вот они тоже переживают этого мальчика и мальчик вот этот вот у него вот две такие дороги он не знает куда идти пока он маленький его уже направляют взрослые люди с кем он будет как он будет а психика это ребенка она конечно страдает и нарушается и к сожалению мы очень часто в конце жизни как и моя героиня вот приходит такое прозрение и понимание того что ну ради чего мы проживаем свою единственную жизнь которая нам нам дана Богом только один раз как ее нужно эти годы своей жизни эту молодость использовать чтобы пускай в зрелые годы может быть в молодости не всегда у всех все получается это всегда так было и так будет и у богатых людей есть свои проблемы вот и как вот все таки надо подумать прежде чем совершать какие-то поступки и тогда может быть раньше чем в старости как у моей героини а может быть и в молодости и в более такие зрелые года но еще молодые придет человеку понимание того на что же нам дана вот эта наша единственная жизнь поэтому я вас призываю читать журнал Север в котором опубликована эта повесть ну поскольку его уже нигде нельзя приобрести он расходится по подписке лишних номеров не остается но на сайте журнала Север есть такая рубрика как архив и кого заинтересует эта повесть он сможет прочитать ее в интернете спасибо за внимание